Говорит Черкесск Ретанирова о некоторых событиях республики. Здравствуйте! И вот что главное. По итогам проведенного руководителем региона приема граждан принято решение о строительстве ряда объектов. За последние несколько лет на поддержку племенного животноводства региона направлено более 1 миллиарда рублей. Популярные туристические маршруты и локации республики впервые будут представлены в многофункциональном электронном путеводителе. И школьница из Карачао-Черкеси вошла в список победителей всероссийского конкурса сочинений 2022 года. Далее подробно. В минувшую пятницу руководитель региона Рашид Темрезов провел первое заседание оперативного штаба Карачао-Черкеси по реализации мер, предусмотренных указом президента России, связанных с обеспечением безопасности и координацией работы органов государственной власти и правоохранительных структур, органов безопасности, военкомата, погранслужбы, МЧС и ресурсоснабжающих организаций. Глава подчеркнул, что ситуация в республике стабильная. По его словам, Карачао-Черкеси находятся в группе регионов, в которых действует режим базовой готовности. Это подразумевает актуализацию комплекса мер по обеспечению безопасности граждан и жизненно важных объектов, а также согласованность действий субликанских органов власти и территориальных подразделений федеральных структур в случае необходимости. В конце прошлой недели руководитель региона провел прием граждан. Вместе с коллегами и членами правительства Карачао-Черкеси обозначили пути решения поднятых вопросов и сроки их завершения. После обращения граждан принято решение о строительстве к 1 апреля следующего года около 12 километров водопроводных сетей в селе Семен-Урубского района. Открытые спортивные площадки с тренажерами и зоной раздевалок в Ауле-Ваку жили от Гехабльского района до конца 2023 года. Кроме того, многоквартирный дом по Умара-Алиева 20А Черкеска включен в программу капремонта, что предполагает ремонт подъездов и благоустройство придомовой территории. Будет заменена кровля на шатровую и в многоквартирном доме по улице Красноармейская, 63 республиканской столицы. Вместе с тем, к 1 сентября следующего года будет завершен капитальный ремонт школы в поселке Эльбрусском. А до конца 2024 года будет построена врачебная амбулатория в селе Джага. На поддержку племенного животноводства республики за последние 10 лет направлено более 1 миллиарда рублей. По данным регионального Минсельхоза, по программе поддержки племенного животноводства, в Карачао-Чехесе завезено более 21 тысячи голов племенного молодняка и 150 тысяч мальков форели. В настоящее время в республике действуют 20 сельскохозяйственных предприятий различных форм собственности, работающих в области племенного животноводства. И они в полном объеме обеспечивают потребность региона в высокопродуктивном племенном скоте. Подведены итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2022 году. Лидерами по количеству и сумме полученных грантов среди субъектов Северокавказского федерального округа стали Чечня, Ставрополье и Карачао-Чехесе. Восемь проектов из нашей республики вошли в число победителей. Это оригинальный проект по развитию информационной безопасности семьи в сети Мурата Болотова. Школа доступного программирования и робототехники инновации Ахмата Дженкиозова. Молодежный IT-медиапроект IT-настоящего Даулета Гачияева. Первая оригинальная школа по продвижению туризма про туризм Ислама Хубиева. Оригинальная школа медиа Мадины Чомаевой. Миссия. Молодежный инкубатор социальных идей и инноваций Медины Баташевой. Молодежная школа спортивного волонтерства Здоровое поколение Аслана Гандаева. И обучающий интенсив «Я за врача» Яромира Французова. В Северокавказском федеральном округе поддержано 36 грантов на сумму более 20 миллионов рублей. На реализацию своих проектов представители Карачао-Черкесии получат 4 миллиона 456 тысяч рублей. Популярные туристические маршруты и локации Карачао-Черкесии впервые будут представлены в многофункциональном электронном путеводителе. Разработка приложения стала возможна благодаря победе региона в грантовом конкурсе правительства России и получении финансовой поддержки на развитие туротрасли. Реализуемый проект представит гостям региона цифрового сопровождения сразу 7-10 туристических маршрутов, в числе которых самые популярные природные и культурные достопримечательности республики, а также обозначит характеристики направлений для подбора по физическому состоянию и возрасту туриста. Он также включит в себя информацию о рекомендованных объектах туристского показа, иных точках притяжения туристов, отелях, гостиницах, кафе, ресторанах, детских и спортивных зонах, а также услугах и сервисе. Более того, в приложении будет предусмотрена возможность забронировать туристские услуги и средства размещения. По завершению разработки приложение будет доступно на площадках App Store и Play Market. В Карачаево-Черкесском государственном университете имени Умара Алиева начался ремонт корпуса естественно-географического факультета. Сейчас здесь проводится отделка стен, обновление полов, потолка, впереди обновление фасада, отмозков и многое другое. Здание естественно-географического факультета, построенное еще в 30-е годы, сохранит свой исторический облик. Сибириязвенное захоронение в Ауле Беслине и Хабецкого района находится под угрозой подтопления. Информацию комментирует государственный инспектор Северокавказского межоригинального управления Россельхознадзора Екатерина Тутыхина. Земельный участок расположен в пройме реки Большой Зеленчук. После паводка в ходе размыва дамбы русло реки раздвоилось, после чего правое русло реки приблизилось к захоронению на критическое расстояние 4,5 метра. В случае отсутствия экстренных мер создается угроза распространения сибирской язвы. Сибирская язва особо опасна за анозно-инфекционная болезнь человека и млекопитающих животных. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в течение до 200 лет. Управлением Россельхознадзора Администрации сельского поселения объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и рекомендовано провести мероприятие для исключения возникновения и распространения сибирской язвы. А также информация направлена в прокуратуру республики, управление ветеринарией, управление Роспотребнадзора и администрации района. В 17-й гимназии Черкеска открылась парта героя имени генерала-майора летчика Асаканамата Баташева. Она стала 22-й по счету в республиканском центре. Почетное право сидеть за ней будет предоставляться учащимся за успехи в учебе, достижения в спорте и активную общественную работу. Напомним, Канамат Баташев погиб в небе над Луганской областью 22 мая этого года, когда помогал выйти из окружения одной из десантно-штурмовых групп. Он знал, что в этом районе действует ПВО, тем не менее принял решение о проведении атаки на сверхмалой высоте, но при выходе из маневра его самолет был сбит зенитной ракетой. 14 тысяч деревьев высадят в Карачаево-Чекесии до конца этого года. Наша республика присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес». 22 этапа, сотни волонтеров, тысячи саженцев и одна республика, которая станет еще краше. О центральном этапе акции «Сохраним лес», который проходил на территории Зеленчукского лесничества в окрестностях аула «Козылоктябрь», рассказала советник министра природных ресурсов и экологии республики Медина Баташева. На этом месте в окрестностях аула «Красный Октябрь» у нас идет центральная акция с участием волонтеров, общественных организаций, органов власти. И мы произвели уже высадку 600 саженцев. На этом же участке будет еще высажено 2,5 тысячи саженцев различных пород деревьев. Мероприятие также у нас приурочено к 100-летию Карачао-Черкесской республики. Дополнительная партия саженцев как раз была высажена именно в честь 100-летия. В Министерстве просвещения страны подвели итоги всероссийского конкурса сочинений этого года. По итогам работы федерального жюри определены 100 победителей, в числе которых сочинения конкурсанта из Карачао-Черкесии Ирианы Газгешевой, ученицы 5-го класса школы аула «Хабес». Она выбрала тематическое направление «Нелегко быть ребенком», «Сложно, очень сложно». Что это вообще значит быть ребенком? Астрида Линдгрена, 2018-2027 годы, десятилетие детства. Рассказ «Непростая история маленькой девочки». Торжественная церемония награждения победителей состоится 2-3 ноября в Москве. Молодежь из Карачао-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи в возрасте от 18 до 35 лет примет участие в форуме «Межкультурный диалог», который состоится на курорте Архыз 26 октября. Мероприятие организовано в честь векового юбилея трех республик. В рамках мероприятия пройдут пленарные заседания «Диалог культур и развитие сотрудничества», а также круглый стол «Профилактика экстремизма в молодежной среде», работа по секциям и проектная работа в командах. Будут организованы и тренинги по командообразованию и дизайн-мышлению, а также интеллектуальные игры. В картиной галереи музея-заповедника Черкеска продолжается ежегодная выставка в семье «Единой». Жители и гости города до 30 октября смогут увидеть картины Бориса Атаева, Юрия Карасова, Мухаммеда Хохандукова, Николая Кузнецова, Казбека Французова. Отдельная экспозиция посвящена работам заслуженного художника России Умара Мижева. О творческом пути художника рассказала участникам выставки «Вдова Талегюль Мижева». Заслуженный художник Российской Федерации, народный художник Карачаева Черкесии Уман Кангеревич Мижев был всю свою жизнь беззаветно предан изобразительному искусству. Он стремился всегда осваивать новые техники, кроме живописи, графику, афорт, гравюру. Работал в области декоративно-прикладного искусства, занимался войлоком. Всегда стремился передать свои чувства, мысли через свои произведения. Карачаево-Черкесский филиал «Русгидро» подарил спортивному комплексу «Мамлюк-Черкеска» набор нового спортинвентаря. У спортсменов появились новые ракетки, макевары и корт. Теперь тренировки ребят станут еще интереснее, профессиональнее и продуктивнее. Ну и последняя информация. С 28 октября по 1 ноября в республике пройдет передвижной форум «Кавказ-дом». Порядка 50 человек примут участие в создании нового туристического маршрута. По словам председателя автономно-некоммерческой организации «Высокогорный креативный кластер» Денислама Байчорова, они долгое время занимались разработкой пешего маршрута между средневековыми храмами Шаанинским и Сентинским, являющимися популярными туристическими объектами. И первыми гостями, которые пройдут по нему, станут участники форума «Кавказ-дом». Программа и мероприятия предусмотрены состязания по стрельбе из лука, эстафета на саббордах, а также экскурсии и лекции о курортах республики, местных достопримечательностях и их истории. Кроме того, участники мероприятия займутся благоустройством маршрута и установят элементы навигации. Общая протяженность маршрута составляет порядка 25 километров. На середине пути будет организован привал и развернут палаточный городок. Завершится путь в Сентинском храме, где состоится церемония закрытия форума с вручением сертификатов. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По данным оригинальных синоптиков, сегодня по Республике Облачной с прояснением погода, утро местами дождь в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман днем преимущественно без осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду, температура воздуха от 11 до 16 градусов тепла, в горах местами плюс 4-9, в Черкесии днем преимущественных осадков, ветер западный 6-11 метров в секунду, а столбик катерометра поднимется до 15 градусов выше нуля. Таковы наиболее заметные события Республики. Информационный выпуск провела Рита Нирова.